Здравствуйте! Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западной Армении. Главные темы дня. 30-е заседание Правительственного Совета Республики Западной Армении. Арцахцы должны объединиться и представить миру свой голос и требования о кампу. Мы заменили термин «Карабах» на Арцах. Мы верим, что будем воспитывать профессиональных музыкантов. Программа «Я родился в Арцахе». Сыны Западной Армении Геворг Налпандян. Крест-гора Вера. Ваган Гарагащан. Документальный фильм «Сладкий дом Адана» на фестивале короткармитражных фильмов Айнтапа. 9 сентября состоялось 30-е заседание Правительственного Совета Республики Западной Армении. Президент Республики Западной Армении Лития Маркусиан и председатель Национального Совета Армена Кабарамян поприветствовали присутствующих. Президент выразила удовлетворение по поводу прошедшего летнего университета, отметив, мероприятие прошло согласно ожиданиям. Подчеркнув, многие узнали о существовании Республики Западной Армении и о том, что есть государство, способное защищать права армян, как в ООН, так и повсюду. Госпожа председатель отметила, что на мероприятии присутствовали армянские представители и представители Франции, которые высоко оценили масштабную работу, проводимую в ООН президентом Армена Кабарамян и президентом Литии Маркусиан. Президент Армена Кабарамян сообщил, что во время мероприятия был установлен контакт с представителями Западной Армении, участвующими в 12-м лидератургическом служении в церкви Сурбхач Ахтамара, которые передали свои приветствия участникам и благословили конференцию. 9 сентября по инициативе Союза Арцаха и президента Союза Артака Бегларяна состоялась встреча с первым главным прокурором Международного уголовного суда Луиса Морена О'Кампа с представителями общественности Арцаха. В ходе встречи обсуждались вопросы защиты прав народа Арцаха. О'Кампа дал несколько рекомендаций по поднятым вопросам. Пока какое-либо государство или правительство борется за права армян Арцаха, сами арцахцы должны объединиться и представить свой голос и требования миру, включая армянскую диаспору, которая обладает большим потенциалом. О'Кампа также обсудил предстоящую конференцию ООН по изменению климата КОП-29 в Баку, подчеркнув, необходимо приложить все усилия, чтобы участники мероприятия были проинформированы о геницидальных действиях, совершенных режимом Алиева в Арцахе. Алиев прилагает все усилия, чтобы не затронуть темы Арцаха на мероприятии. Работы много, возможностей мало, но нужно бороться и верить. Армяне Арцаха не одиноки. Необходимо предпринять шаги для увеличения числа друзей из заинтересованных сторон. Исторические названия часто становятся политическими инструментами, способствуя достижению максимальных выгод. Арцах в этом контексте не является исключением. Используя названия этой важной культуры и исторической территории нашего народа, часто изменяется с целью переосмысления реальности и стирания истории. Как отметил доцент Технологического университета Шуши, руководитель научного центра Каджар, историк Магейра Рутюнян, использование термина «Гарабах» на протяжении многих лет способствовал информационной войне гибридного конфликта со стороны противников. Неправильное использование названий направлено не только на введение в заблуждение международного сообщества, но и на отрицание армянской принадлежности населенных пунктов, ставя под сомнение их исторические корни. Мы принципиально заменили термин «карабах» на «арцах», противостоя захватнической политике и борясь с силами, которые пытаются безнаказанно искажать армянские топонимы. Этот шаг не только защита мерой, но и напоминание о том, что попытки отрицания нашей истории обречены на провал. По словам Магейра Рутюняна, правильное использование топонимов также вдохновляет нас продолжать сохранять культурное наследие и передавать его будущим поколениям, сохраняя нашу историческую реальность. Общественная организация «Арвес-23» объявляет о старте программы «Я родился в Арцахе», предназначенной для талантливых молодых музыкантов из Арцаха до 18 лет. Идея программы принадлежит послу ЮНИСЕП, дирижеру Сергею Самбатяну. Программа направлена на поддержку молодых музыкантов через курсы, мастер-красы и концерты. Также предлагаются уроки иностранных языков, посещения музеев и приглашения на концерты Государственного симфонического оркестра. Предоставляется финансовая поддержка, инструменты и необходимое оборудование. Мы верим, что мы воспитаем высококлассных профессиональных музыкантов, которые, указав в своей биографии фразу «Я родился в Арцахе», будут продолжать вдохновлять мир армянским духом Арцаха. Сыны из Западной Армении Геворг Налбандян. Геворг Налбандян, родившийся в Антапе, Западной Армении, потерял родителей во время совершенного против армян геноцида. Талантливый музыкант был приглашен армянской церкви преподавать музыку в Килис. Во время резни он бежал в Сирию, далее поселился в Эфиопии. В Эфиопии император Хайлия Селасси I заказал ему музыку национального гимна. Налбандян также был руководителем национального императорского оркестра. Именно этот оркестр впервые исполнил написанный композитором гимн. Находившийся в Иерусалиме с визитом Селасси, восхищенный способностями детей, уговорил армянское патриаршество позволить им переехать к нему. В Эфиопии маленькими музыкантами руководил Налбандян, которого позже попросили написать национальный гимн, названный им Хор Арпа лечет, что на амхарском языке означает 40 детей под руководством Налбандяна, впервые публично исполнен гимн во время скоронации Селасси 2 ноября 1930 года. Георг Налбандян написал более 50 эфиопских песен, большинство из которых были написаны для императора. Также является основателем театра Ваддис Абеба. Отмечая 85-летие основания Анджара, мы не можем не вспомнить героическую битву при Мусадаге, когда армяне защищали свою землю верой в Артананц, бесстрастно сражаясь, не боясь смерти. После геноцида, совершенного против армян, народ Мусадага, пройдя через множество трудностей, обосновался в Ливане. В 1939 году первое поколение Анджара организовало жизнь новой общины, воспитывая молодежь на национальных и духовных ценностях. Прогресс нации строится на основе культуры, исторической памяти и патриотизма. За 85 лет Анджар сохранил национальные ценности, воспитав патриотическое поколение. Эти годы Анджара укрепляют нашу боеспособность и призывают к совместным усилиям для решения будущих проблем. Флаг Красного Креста позволил французским кораблям спасти сопротивляющихся армян с горы. Исторически этот флаг стал символом крестоносцев с тех пор, как Готфрид Буленский прошел через Киликию в 1097 году, став символом христианства. Позже флаг стал официальным флагом Киликии. Большой Красный Крест в центре, представляющий армянский народ, и четыре маленьких Красных Креста, распределенных по флагу, представляют собой другие коренные народы региона – ассирийцев, халдеев, сирийцев и греков, которые до этого момента следовали освобождению Киликии восточным регионом. Впоследствии легион стал армянским, что в результате 4 августа 1920 года привело к провозглашению независимости Киликии. Флаг Киликии был принят новым правительством Грузии 14 января 2004 года в результате революции РОС. В рамках фестиваля короткометражных фильмов «Вайтапи» был показан документальный фильм «Накихан Ускан. Сладкий дом от Дана», рассказывающий об исламизированных армянах. Источник Акункнет, основанный на данных медиаресурса «Артигерчек». В рамках фестиваля, организованного сотрудничеством с Арт-Объединением НАР и «Новый день Дерсима» фильм был показан впервые. После показа режиссер ответила на вопросы, отметив, что во 7 лет узнала о своих армянских корнях и о том, как эта история стала обычным явлением в оккупированной Западной Армении, где живут миллионы исламизированных армян. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!